От Матфея Домашнее его. Дорогие братья и сестры, на библейском портале «Окзегет» мы рассматриваем трудные места Священного Писания. Сегодня к нам поступил такой вопрос. Как следует понимать слова Христа о том, что, и дальше цитируется, «враги человеку домашнее его». Ну, тут надо, во-первых, посмотреть общий контекст Священного Писания. Это взято из 10 главы, и Спаситель там говорит о том, что «всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». То есть речь идет прежде всего о исповедании веры во Христа, о том, что мы не должны бояться окружающий нас мир. Если мы встретили самого Господа, который сотворил весь этот мир, и Он пришел к нам, ведь Христос – это воплотившийся Господь, то почему мы должны бояться? Мы должны смело Его исповедовать, но, оказывается, мир нас может из-за этого не принять. И слово о Христе, оно и становится таким вот мечом подчас, в истории так и было, которое разделяло от верующих, от неверующих, боголюбивых, от миролюбивых, как говорят святые отцы, смиренных, от гордых. И Спаситель об этом и говорит, не думайте, что Я пришел принести мир на землю, потому что не какой-то экуменизм, где вот все можно вместе, так сказать, сгрести в одну кучу, и все это подходит, все верования, все религиозные взгляды. Ну, как некоторые, знаете, еще приводят вроде такой образ, ну как же, вот если, допустим, блюдо винегрет, туда всего можно крошить и вкусно, ну хорошо, винегрет, а если туда еще кусочки яда добавить, то будет ли полезен такой винегрет? И вот эти такие, знаете, по попытке синкретизма, да, все религии объединить, они есть попытки вот добавить кусочки яда в те подлинные плоды Духа Святого, которые нам даровал Ветхий и Новый Завет. Поэтому нет, к сожалению, невозможно все объединить, невозможно объединить, допустим, индуистскую нирвану, точнее буддистскую нирвану, да, или индуистские самадхи, где вообще полное растворение личности человека в неком безликом абсолюте, и христианский идеал спасения души, где душа человеческая приобщается Богу, Который есть, есть любовь. И вот это вот необъединимо. Поэтому, хотим мы того или нет, но евангельское слово, оно становится в каком-то смысле мечом, который истину отделяет от заблуждения. А когда истины отделяются от заблуждения, то кто-то обязательно нас возненавидит, потому что он не хочет расставаться со своим, и потому что он будет, ну, тебя просто-напросто ненавидеть. И вот в этом-то смысле спаситель говорит о разделении, о том, что он пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашней его. Вот, братья и сестры, помните, была такая вот великомученица Варвары? А ведь на ней как раз исполнились эти слова, которые мы только что процитировали из Евангелия, потому что ее собственный отец, он стал для нее настоящим врагом, причем не Варвара считала отца своего врагом, а это он стал враждебно относиться к дочери, когда узнал, что она порвалась язычеством и восприняла какого-то Христа, полностью стала христианкой, и отец ее по имени Диаскор, он сам обвинил ее перед языческими властями, за что подвергли ее самым страшным истязаниям, и в конце концов вот есть даже такие сведения, что сам отец и стал палачом, отрубив ей голову. Вот она вот эта констатация евангельская, что подчас самые домашние, то есть самые близкие, могут стать нам врагами, а Иуда из числа двенадцати учеников Христа, ведь он тоже был самым близким, это тоже домашние его, круг двенадцати, это домашние его, это те, кто вместе с ним разделяли все трудности пути, дневали и ночевали, и вот среди этих домашних, близких ему находится один враг. Не Спаситель относится к Иуде как к врагу, но Иуда коварно относится ко Христу и проявляет свою враждебность. То есть Спаситель говорит, что хотим мы того или нет, но кто-то будет относиться к нам как к врагам. Спаситель говорит, любите врагов ваших, да, то есть да, наши домашние могут стать нам врагами, но вы любите их. Однако знаете, что вас могут и предать, и обмануть, и святые отцы, вот блаженный Иероним Стридонский, он объясняет и говорит, что да, вот эти слова Спасителя, они относятся, конечно, не к каким-то вот будничным нашим ситуациям, потому что мы все несовершенны, в чем-то мы погрешаем друг перед другом, в чем-то у нас возникает негодование, но это все не то, это все понятно. И мы должны прощать и любить друг друга, и врагов своих любить. Но речь идет о особых временах исповедничества Христова. Так было в первохристианские времена, на примере великомученицы Варвары, мы это видим. Так было в 20 веке, когда новомученики, и тоже кто-то из родных их предавал, кто-то доносил на них. И бывало так, что даже в школе учителя учили детей, говорили, что если вы услышите что-то от родителей, что вот против властей, вы должны обязательно это сообщить. Вот мне рассказывали об этом люди старшего поколения, даже учителя этому старались учить в школах. Доносительству, предательству. Понятно, что вот та минувшая эпоха 20 века, она тоже наглядно иллюстрирует эту истину, что врагами человеку становились домашние его. И блаженный Ироним говорит, что в том числе эти слова относятся и к будущим временам, о которых предсказывает апостол Павел. В частности, во втором послании к Тимофею, в третьей главе, он говорит, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И вот такие характеристики, где сказано, что они будут предатели, что они будут родителям непокорны, злоречивы, нелюбящие добра, понятно, что они будут порождать вот эту вот вражду и тоже выступать против христиан. И сейчас тоже подчас мы это встречаем, когда и наши соотечественники, и вроде бы крещенные в православном храме, они тоже могут над нами смеяться, издеваться, вот как-то насмешливо что-то говорить, проявляя открытую такую враждебность. И не нужно этого бояться. Спаситель это предсказал. Враги человеку, домашние его, в том смысле, что Спаситель это предвидел. Но Он же говорил, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и творящих вам различные напасти». Поэтому очень хочу предостеречь каждого православного христианина специально выискивать какого-то врага. То есть, если ты стал недавно церковным человеком, соблюдаешь посты, произносишь молитвы, то не надо враждовать с членами своей семьи из-за того, что они так не поступают, не постятся, не ходят в храм. То есть, не нужно их считать из-за этого врагами. Просто каждый обращается к Господу в свое время, а сам Господь ищет, как спасти души человеческие, а не погубить их. И только через любовь, только через открытое доброе сердце самые враги могут преобразиться в друзей. Вот дай Господь нам всем эту благодать, чтобы мы учились по образу самого Христа, который молился на кресте и говорил «прости им», не знает, что творят, и по образу святых, которые следовали за Христом, прощать врагов, любить их, и специально никаких врагов вокруг себя не изыскивать. Субтитры создавал DimaTorzok